Почему же чары ёбаные не ломаются, блядь? Что же, надеюсь я всех убедил, кого должен был, что данное видео не рекомендуется к просмотру. А теперь давайте перейдем к первому ролику из серии Триогат, в котором я буду анализировать свои действия, обращая внимание как на ошибки, так и на удачные решения. Это ни в коем случае не гайд по тому, как играть в тройках, поскольку командные действия и сыгранность это совершенно не то, что вы можете увидеть в моих роликах. Во-первых, потому что я даю инфу, ставя метку и произнося фразу «за», «под», «на» или «перед» этой хуйней. Эта универсальная фраза, спасибо русскому языку, позволяет мне тончайшим образом описать местоположение противника. Вот только есть одна проблема, метки в ханте не всегда работают лучше, чем слова, поскольку они отвлекают союзника, а иногда и вовсе прикрывают противника. Но для того, чтобы описать местоположение врага, нужно хорошенько подумать, как назвать место его положение, чтобы союзники поняли вас. Задачка та еще, скажу я вам. Еще одна причина, по которой я считаю себя достаточно посредственным командным игроком, кроется в том, что я постоянно играю с разными людьми. У меня нет постоянных тиммейтов, поведение которых я мог бы понимать на подкорке. А потому моя игра в тройках это в большинстве своем попытки разобраться в хаосе и спозиционировать себя так, чтобы быть полезным для команды, вопреки своей солянской, молчаливой природе. Теперь, когда вы знаете, почему рубрика называется Триогат, я думаю, можно приступить к просмотру. Ну все, сейчас я готов к... Если что, у кого-то есть пользу СС, можете взять, потому что я буду так жестко оторвлять чуваков, что они будут просто молить о прощаде. Запомните мои слова. Любимая карта, любимая локация. Это бинго, друзья. Я не знаю, самая стремная какая-то здесь. Ну, Стоун. Почему не Стоун? Так, так и есть. Стоун и Ислан, как Стоун. Так, есть Стоун, Стоун. Рок тоже камень, насколько я знаю. Рок и Скала, блядь. Ну, кстати, не только. Ну да. Большой камень. Большой камень, да. Большой камень, да. Выходим на вражеский отряд и тут же вступаем в перестрелку. Повезло, что нас не услышали первыми, учитывая, что рот у нас не закрывался ни на секунду с самого начала матча. Мне не болеть. Я получаю пулю, прячусь за укрытие, и у меня появляется возможность отхилиться. Но, если я буду хилиться, то я оставлю своего союзника стреляться один на один. Поэтому я, дождавшись, пока противник переключится на союзника, выхожу, чтобы помочь ему. И это здорово оправдывает себя, так как мы скидываемся по нему вместе. Предлагаю известно уйти на шантам. Убили одного. Еще там же есть. Вот здесь же есть и коряшка. Плятик, ты тут хиливался? Я играл с многими людьми и часто обращаю внимание на то, что игроки, несмотря на получение урона, либо продолжают стреляться до смерти, хотя у них есть возможность вылечиться, либо начинают лечиться, несмотря на то, что ситуация позволяет им совершить более, так скажем, приоритетное действие. Так, давайте отойдем, наверное, из лесу. Я из лесу вышел. Здесь по воде идут. Тут я понимаю, что на данной позиции нас могут зажать с двух сторон и предлагаю предотвратить возможное окружение, сместившись к зданию у моста. Я бросаю этот шумолуху. Гоу, так пробежи, мне сейчас заналял. Да-да-да, пошли. Это шумовая. Это я бросил. И все мы начинаем. И шерифа типа. Тут удается не только забрать челика на улице, но и занять сайвовую позицию, на которой я открыт только для северной части карты. Один здесь, один здесь. Вывод о том, что кто-то есть в южном здании, я сделал основываясь на шуме воды, который я слышал ранее и далеко не факт, что кто-то там был на самом деле. Я бы даже сказал, что скорее всего нет. И я расцениваю данную дезинформацию как безобидную. Далее я контролирую доступные точки атаки и здания с боссом. Триггерюсь на какое-то движение пикселей в одной из точек, стреляю и, как оказывается, не зря. Принимаю решение пушить здание с боссом, поскольку два из трех охотников были убиты, а у меня дробовик. Справа, фандомен, ничего. Я хотел добить этих уродов. Вот я и пошел, лежа отдохнуть. Сейчас пожарит. Смотри мне. Первая команда повержена и можно было бы говорить о успешном мидгейме для нас, но наш союзник, ушедший в аркаду, был убит, а мы окружены с двух сторон. Так, ой, слушай, одна команда, три человека там подходит, другая там, со стороны. Ой, подожди, здесь больше людей, чем я ожидал. Ой, реально больше людей, чем я ожидал. Нитра есть, кстати, миш. Так, что там больше этих. Ну давай, ну перекреки стреляют. Что, будем ждать, пока не закусите или что? А ты не тру взял, что ли? Это я уважаю. Да, ну давай тебе её там... Не, 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 не. Это я уважаю, наоборот, чтобы не валялась просто так. Без дела, так сказать. Я её вообще не могу изначитывать так. Где мост, короче, одна, гузмала. Бегаю и пекаю с разных позиций в надежде снять кого-то. А затем решаю выйти на улицу и атаковать с мешков, пока команда с болота не заняла северное направление. Но в итоге могу сказать, что надо было давать скан в 360 градусов, вместо того, чтобы полагаться на авось. Ошибка, которая, к счастью, не стоила мне жизни. А, блин, здесь уже Миша, вот здесь. Стараюсь грамотно расходовать ресурсы, лутать с охотников и секунды тёмного зрения и расходники. Поэтому решаю использовать реген-шот перед тем, как лутать охотника. Так, сейчас тут всё закрыто. Так. Так, я там, короче, расстаргиваю тебя. Расстаргиваю на уши тут. Вернее, там, 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 там. Я сюда кампанчик поставил ещё. Давай не один, давай, вторую лицу поставим. Так как команда севера не торопится предпринимать какие-то активные действия, перемещаюсь на южную сторону, где вражеская команда уже начинает атаковать здание. Так, там с той стороны двое, с другой трое. Блин, о, здесь, здесь, вот здесь, вот здесь. Пытаюсь реализовать преимущество трехстволки в виде большого боезапаса и цельнометаллических патронов путем прострела. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА лучший блин метро сработал так давай подожду с радостью сообщаю что 3 сентября в воскресенье в 13 00 по мск состоится мой фановый турик для подписчиков которые я буду стримить на трова и на твиче может быть только на твиче может быть только на трова пока точно не знаю среди зрителей будет проходить розыгрыш будет разыграна 3 dlc ссылку на формат розыгрыша я оставлю в описании под видео приходите будет весело она подняли я женщина вроде бы слышишь что ты хилился или ты хилился только что это я хилился вот здесь подняли лузмалу вот здесь подняли лузмалу так там по крыше бегают чуть-чуть снова наверху у нас здесь ходят когда размин ниши поднять меня можно вот тут совершаю глупейшую ошибку решив сделать скан открывшись под здание у моста и сгораю к ебеням от своей тупости и выплескиваю свои эмоции на первом же попавшимся вам же с оптикой блядь сука говно ебаная блядь пидор соси блядь за лупу чаще там на пистике вроде нет нет когда же джекан открытыши у меня еще один остался патрончик с бремеди которого у меня нету вообще охуенно здесь какая залупа гной на носу и смогу подумаем и скучно он так у меня остался его убиваем убираем подходит будет после потери рассудка я временно теряю контроль над собой и моментально приступаю к реализации первой же идеи которая пришла мне в голову супер на крыше миша что если мы сейчас выбежим вот так вот пробежим к саше да да мы сейчас я к саше побежал мне похоже пизды блядь нет пусть мне гной пусть меня вот я на половой ходил в этом моменте у меня по плану должен был быть заряжен слаг но мой охотник держит лима в момент переключения ствола и в итоге стреляю с винтовочного ствола трех стволки хотя думал что выстрелил слагом такова плата за постоянный севап оружия в руках это одна из самых раздражающих привычек которые приводят к тому что с одного выстрела охотника я не забираю к счастью забирают со второго а вот и кто он же меня и убил пиздец ты видишь ничуть ебать баррикад и вот танковые тихо нет блять конечно же смотри сначала блять чувак из дохуя их так как мозг у меня уже отключен я изначально совершаю ошибку и не использую динамит которым можно было бы уничтожить всю проволоку вокруг союзника но я про него либо не знаю либо забываю и пытаюсь быстренько разломать колючку своим лицом однако не замечаю вот этого хуя который очень рад что я предстал перед ним высшей степени легкой мишенью я ебану жить поднимать будет на крышу слева некромантом всех поднять можно всех некроманты можно поднять а лучше откисли что ли его мы за проволокой за ток он должна не выходить сюда не выходить надо спрятать за улыбки блин такой скол лего поднимать дальнего скол лего поднимать скол лего поднимай скол лего поднимай меня не надо если можешь каешку так взорвать нечем на белом доме миш сломай сломай проволоку проволоку сломай я их отвлеку один близко слева слева проходит вот тут там где-то левел в это днем чтобы с крыши не мешал наши попытки поднять товарища нарушают приближающиеся слева противник я уже в полном отчаянии решаю подняться на крышу поскольку с нее открывается хоть какой-то обзор на пачку изрядно заебавших меня кемперов до шара дому как только мне удается немного разогнать этих стервятников я тут же возвращаюсь к своим клоунским попыткам воскресить павшего товарища почему же чары ёбаные не ломаются блять чувак я короче твоим ебальником я буду разламывать эту хуйню потому что она не ломается блять ломайку я твоим ебалом буду убивать ее мне плохо теперь не кроман то поднимка понимание кроман там его когда я наконец замечаю что у меня есть динамит я пытаюсь закрыть союзника дымом от динамита но кидая его за ним а не перед ним по отношении к противнику поэтому он не спас его от участи быть расстрелянным снайперами можно еще раз попробовать он прицел на мой труп смотрит он такая мизерная голова что я никто на веру давай может опять поближе к ним подойдем нет нет не придем слева по воде ху не слева уже проходят в поисках лучшей позиции мой единственный тиммейт меня не своевременно покидают не назад лучше в дверь выйти на этих пока хуй забить надо того на воде убить они уже все запущены тут уже нет они все там пушат желез они уже там с забором у меня уже все ходи сюда видела внизу да ах ты скотина хэдшот грилла больше адреналина добру ситуация такова что я шелтный для выстрелов тела практически со всего оружия не говоря уже спарксах которыми вооружены противники у меня свою очередь нет винтовочных патронов а значит остается надеяться только на апермат и последний жакан для подствольного дробовика трехстволки все это вынуждает меня действовать максимально аккуратно ведь любая ошибка будет стоить мне жизни сумеешь ко мне убежать больше шанса будет хорош И вот тут перед нами встает выбор, попробовать забрать последнего противника вдвоем или попробовать резнуть союзника. Я обычно в таких ситуациях предпочитаю сыграть на верочку и поднять напарника, чтобы максимизировать шансы на победу. Мой напарник дает шот, и я получаю дебаф рассеянности, ведь с одной стороны можно попробовать допушить врага, а с другой стороны можно попробовать воспользоваться тем, что враг будет отвлечен, чтобы поднять союзника. Но вместо того, чтобы сказать союзнику, чтобы он зачилил, приявил осторожность, я высираю какую-то хуйню. я в проволоку попал, можно вишню поднять мне? на здоровье, поднимай, мне пизда, скорее всего. осторожно, там капкан на проходе, он киляется. с двумя пистолетами и с парком снайперами. БОЛЯТ, СЮКА! Я попал по нему два раза. Лариса, это наверное. да там же на моем, на мне, фелис поднимал. не знаю поднял, нет. миша теперь видишь обычные двойные пистики у него и слева не не он слева да да вот здесь ты пикаешь миша ты пикаешь тут я призываю союзника действовать первым поскольку у него 125 хп и имеется вероятность что он выдержит выстрел со спаркса а вот я со своими 75 точно откисну он не зовет враг отступает назад и мы начинаем скоординированно пушить его с двух сторон внизу внизу под миши там под миша его города я получаю шот и так как ситуация требует отчаянных мер делаю вид что ушел на отхилл и совершаю репик в тайминг который противник от меня не ждет он отравлен глижа отравлен он насвалил хорош какая же туар блядь урва этого некопитва походу больше никого не осталось слова бобру а вот и следующая карточка на youtube ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла опять я всю карточку лежа отдыхал внимание на боксом челю потому что ты талисман по ходу их за всем спасибо за внимание а также поддержку на пусть и каждый кто поддерживает канал материально является причиной всего хорошего что на нем происходит всего вам доброго и удачи